Уважаемые правоохранители и некогда наши друзья, сегодня сложно сказать, господа, чипаны, сидящие напротив. Мы сегодня действовали за Иран для того, чтобы заявить резкий прохет против той политики, которая продолжает проводить руководство Польской Народной Республики, несмотря на нежнократные наши предупреждения, что такие действия мы будем расценивать как недружественные. Мы напоминали здесь, что поощрение Майдану и поощрение разрушения памятников истории нашей культуры, в том числе Владимиру Ильичу Ленину, памятникам, участникам боевых действий, недопустимо. Тем не менее, мы видим сегодня, что эта политика продолжается. Если риторика стала менее агрессивной, то политика продолжается. Сегодня не секрет, на территории Польской Народной Республики концентрируются войсковые соединения, которые готовы вступить на территории Украины. Также имеются данные, что туда прибыли американские войска. Руководство, так называемое, Украина, а фактически хонда, захватившая власть в Украине, в результате кровавого переворота, и которая в очередной раз подтвердила свою кровавую сущность чудовищными преступлениями в Одессе, приняла решение о допуске иностранных войск на территории Украины для проведения учений. Мы понимаем, что это может быть предлогом для того, чтобы начать крупномасштабную агрессию против народа Украины, в первую очередь людей, живущих на Юго-Востоке. Нас, безусловно, возмущает тот факт, что руководство больше никоим образом не осадило хонду за то преступление, которое было совершено в городе Одесса, которые не возмущают те факты убийств мирных жителей, которые происходят на территории Донецкой области. А там действительно убивают людей мирных, которые голыми руками встретили БДР и не пускали. И дома здесь комментарии. Солдаты долго терпели, потом стрельнули вверх, а потом на поражение. Это какими же надо быть уродами, чтобы так поступать. Мы понимаем, что когда была власть Янукович, вся диктатства на демократическое шуша кричала, что недопустимо применение вооруженных сил против своего народа. Сегодня же, когда в полной мере применяются вооруженные силы, в том числе тяжелая техника, в том числе аминометы, вертолеты, самолеты, это оказывается демократично. И власть имеет мануинпольное право на применение оружия. Блика, которая звучит из телеэкранов, это же дома-то, дамочка с косой, про которую Топкин сказал, что у нее руки по локоть в крови. Я думаю, у нее не только руки по локоть в крови, наверное, до плеч. И, наверное, и уши в крови. Настолько ядовидая, настолько преступная, настолько гнусная, агрессивная эта дамочка. Это же надо зайти до того, чтобы натравливать одних мужиков на других. Потому что так хочется ей. Она как бы тот горлуп из фильма «Властелин колец» просто опуяла ее, страсть к этому кольцу, к власти, которая нарвется любыми путями, готова любого задавить. Нужно получить вовселенную власть. И это никого не возникает. Раньше допустимо такое, такие призывы в любой другой стране, демократической, даже не демократической, но раньше допустимо такие призывы. А мы их слышим. Иисус этой дамочки, Иисус Табакова, и ЛВСБУ. Ребята, кто-нибудь в Польше, что там возле польского посольства происходит?